Привет всем выбравшимся из убежища путникам и обычным жителям постъядерных пустошей. Сегодня, в рамках серии Fallout Lore, я бы хотел обсудить с вами недавно поднятую тему вируса рукотворной эволюции. После видео о монстрах, рожденных при помощи вре, я получил множество комментариев о том, что сделать полноценный выпуск лора об этой жиже было бы неплохо, и поэтому предлагаю вам расположиться поудобнее перед вашими терминалами, сделать звук погромче и поставить ядер лайк. Приятного просмотра! ВРЭ – вирус рукотворной эволюции. Создали эту пакость, можно сказать, случайно. Еще в довоенные годы компания WestTech, которая специализировалась на различных технологиях, была одним из главных подрядчиков США, занимавшихся оборонными заказами. Основанная в 2002 году, WestTech была дочерней компанией всеми известной корпорации Vault-Tec и занималась работами в двух направлениях – биомедицинской и оружейной. Именно WestTech создала многие образцы силовой брони и лазерного оружия, что безусловно говорит о ее значимости. В 2053 году по США проносится вспышка заболеваний, при котором погибает более 20 тысяч американских граждан. Основные очаги – Денвер, Болдер и Колорадо Спрингс. В Америке объявляют карантин и закрывают границы. Вирус называют лимитом 115, синим гриппом или новой чумой. Ходят слухи, что заболевание создано искусственным путем и является биологическим оружием, однако к этому правительство уже было готово. Из-за трудных отношений с мировыми партнерами высокопоставленные чины уже размышляли на тему биологического оружия, но опоздали. Лишь к 2055 году они доверили исследовательской лаборатории WestTech создать другой вирус, который бы смог противостоять новой чуме. Проект был назван Virion Immunitet, но в процессе его разработки ученые констатировали, что для излечения необходимо изменить ДНК субъекта, зараженного чумой. Спустя больше 20 лет работы, во время тестов были обнаружены очень странные побочные эффекты. Животные, которым была вколота одна из последних версий сыворотки, начинали увеличиваться в размерах, а мозговая активность очень сильно возрастала. Осознав, что данные исследования мало того, что могут вылечить лимит 115, но и значительно повысить способности человека, будь то физические или умственные, военные решают взять работу под свой контроль и переименовывают Virion Immunitet в проект VRE. Когда тестирования животных закончились, военные перевозят ученых и всю их работу на закрытый военный объект, базу Морипоза. Там опыт и продолжается, но уже над добровольцами, различными преступниками и заключенными, которым светила лишь смертная казнь. Пока на военной базе Морипоза проводились тесты, охраняющий персонал даже не подозревал о том, какие зверства происходили при участии охраняемых ученых. Как только наружу всплыла правда о том, что именно охраняли военные, полковник, под командованием которого находился гарнизон, пережил сердечный приступ и позже совершил суицид. Приняв командование на себя, его заместитель Роджер Максон тут же приступил к допросам ученых. С ужасом выслушивая их рассказы, он не поверил в то, что они всего лишь выполняли приказы и отдал приказ застрелить каждого. После этого он объявил, что Морипоза более не подчиняется США и является независимой территорией. Однако спустя небольшое количество времени началась Великая война и бунтовщиков уже не преследовали. Испытывая отвращение от произошедшего на базе, Максон принял решение покинуть насиженное место и отправиться к правительственному бункеру Lost Hills. Как только уровень радиации на поверхности земли достиг приемлемых значений, военные вместе со своими семьями покинули проклятое место. Позже, при помощи своих знаний, опыта и высокотехнологичного оборудования, эти люди образуют братство стали. Теперь, зная предысторию вируса, нужно более детально его изучить. Еще во время первых тестов, как это уже было сказано раньше, у подопытных можно было наблюдать рост мозговой и мышечной тканей, но также некоторые из них становились гораздо агрессивнее, чем раньше. На начальных этапах, заражая рептилий и млекопитающих, ученые отметили, что у первых значительно увеличились умственные способности, у вторых же наоборот, рост интеллекта был не столь значительен, но вот мышечная масса набиралась заметно. Попадая в организм исключительно последствием физического контакта или внутримышечной инъекции, вирус начинает копировать, а также добавлять некоторые улучшенные образцы ДНК, которые уже хранятся в нем самом. Это и приводит к значительному росту субъекта. Вокруг тела появляется оболочка из ионизированного водорода, за счет чего организм невозможно облучить радиацией. К сожалению, мутация, которая начинается при попадании клеток вируса в клетки организма, может повести себя по-разному. Зависит это от генетической частоты субъекта. Среди побочных эффектов вируса можно выделить регенерацию улучшенной ДНК, из-за чего у зараженных есть биологическое бессмертие, ведь отмирающие клетки будут постоянно заменяться новыми. Еще одна проблема заключается в том, что гометы, половые клетки, так как обладают лишь половиной набора хромосом, вирусом воспринимаются как поврежденные и восстанавливаются до клеток с полным набором. Отсюда можно сделать вывод, что все мутанты бесплодны. К сожалению, обратить процесс мутации невозможно, но один из ученых института, Вёрджил, изучив Фре, пришел к выводу, что если вколоть сыворотку не сильно позже заражения, то в течение пары дней можно вернуть прежний облик. Долгие годы военная база Морипоза была забыта, но к началу 22 века со стороны ее местоположения стали появляться мутанты, которых ранее никто не видел. В сторону базы собралась экспедиция, которая включила Ричарда Грея, Гарольда и других путешественников. Проникнув на военную базу, группа обнаружила тайны компании Вестэк, а также автоматическую охранную систему. К несчастью, большинство членов группы погибло на месте. Гарольд отключился и пришел в себя, когда уже был снаружи, а вот Ричард упал прямиком в наполненные Вре чаны. Как окажется позже, на Гарольда вирус тоже попал, а после долгого пребывания в пустыне на него повлияла еще и радиация, превратив таким образом во что-то наподобие Гуля. Грей же, полностью окунувшись в Чаны с Вре, превратился в жуткое, бесформенное создание. При мутации его ментальные возможности усилились до предела, и теперь он стал поглощать сознание других существ, расширяя таким образом собственное. На базу изредка заглядывали все новые путники, и Грей, взявший себе новое имя Создатель, принялся за собственные эксперименты с вирусом. Проводя свои тесты, он обнаружил, что многие из выживших после попадания в Чаны с вирусом превращались в огромных гуманоидов, невосприимчивых к болезням и радиации, а также обладавших большой силой и выносливостью. Придя к выводу, что именно это следующая ступень человечества, и только так можно предотвратить катастрофы вроде той, что произошла, когда упали бомбы, Создатель начинает изобретать свою собственную армию супермутантов, которые станут совершенными, и никаких конфликтов в будущем попросту случиться не сможет. Но сделать супермутанта из первого попавшегося путника стало сложно. Дело в том, что когда упали бомбы, несколько штук попали прямо по исследовательскому комплексу West Tech, из-за чего произошла разгерметизация цистерн с вирусом, и он оказался в атмосфере. Радиация, которая возникла после взрывов, каким-то образом видоизменила вирус, так что он больше не мог так сильно влиять на живые организмы. Более того, теперь он действовал в обратную сторону, тем самым мешая действию изначальной версии в Ре. Таким образом, все путники, так или иначе попавшие в лапы создателя, уже изначально были носителями нового штамма вируса, и оригинальный на них очень плохо действовал, создавая совсем уж глупых громил. Для опытов подходили лишь организмы, которые ранее никогда не сталкивались с любым из видов вируса в Ре. Такими людьми на территории бывшего США являлись лишь резиденты убежищ компании World Tech. Одним из таких выживших, к слову, был выходец из убежища 13, который в 2162 году положил конец всем планам создателя и похоронил военную базу вместе с вирусом. Однако спустя семь десятков лет силами рабов и пойманных супермутантов, анклав таки откапывает место погребения. Даже спустя десятилетия под грунтом сохранились образцы вируса, которые бережно собрали и отправили для изучения на нефтяную вышку, где расположились силы анклава. К сожалению, рабы, которые выкапывали базу, видимо, попали под воздействие вируса и начали мутировать, превращаясь во второе поколение супермутантов. Уже на нефтедобывающей вышке ученые смогли создать на базе в Ре очень мощный токсин, но для продолжения исследования необходимо было собрать пару тестовых групп. Первая должна была быть обычными людьми, которые живут по всему континенту. Для этих нужд отлично подошла родная деревня избранного Арою. Вторая же группа, напротив, должна была быть чистейшей, никогда не подвергавшейся никаким заражениям. Жители убежища 13 были как раз такими. Вообще, пока ученые анклава играли с вирусом, как в свое время создатель, произошло множество событий. Из-за одной ошибки научные сотрудники смогли создать разумных когтей смерти, которые позже пошли наперекор своим создателям и стали жить в опустошенном от прошлых жителей убежище 13. Также из-за вируса в Ре появился один из самых брутальных и крутых врагов в истории игр Фрэнк Хорриган. Будучи воином анклава, Фрэнк во время выполнения одного из заданий заражаются вирусом в Ре, но терять хорошего агента анклав не стал, а решил сделать из него настоящую машину для убийств, превратив во что-то похожее на кибернетического супермутанта. Конец анклаву и дальнейшему изучению в Ре положил избранный из деревни Оройо, взорвав нефтедобывающую вышку, перед этим освободив уцелевших пленников из Оройо и убежища 13. С тех пор на западном побережье о вирусе слышно не было. Зато о нем промелькнула информация на побережье Восточном. Немногим раньше, чем началась Великая война, компания World Tech, по всей видимости из-за тесных отношений с Вест-Теком, смогла раздобыть образцы вируса. Для его изучения они выделили целое убежище, 87-е. Граждане этого подземного сооружения стали подопытными крысами, но как назло, во время падения бомб, одна из ракет попала прямо по воротам в пещеру с убежищем, из-за чего дверь шестеренку заклинила, а радиация в убежище поднялась до заоблачных высот. Со временем властвовать в убежище стали супермутанты, которые смогли таки выбраться и стали искать на пустошах людей для обращения их в себе подобных. Но так как они не блистали умом, как создатель или ученый Анклава, то никак улучшить или ухудшить вирус они не смогли. Так по столичной пустоши и бродят глупые груды мяса, которые совсем не того уровня, что их западные родственники. Но если супермутанты никак не могли улучшить вирус, то Анклав мог. Как оказалось, оставшиеся силы Анклава, во главе с президентом Джоном Генри Эдемом, также заполучили в свои руки Вре и модифицировали его, улучшив вирус таким образом, чтобы он мог распространяться через воду. Проект Чистота как раз мог стать тем самым катализатором, при помощи которого все жители столицы заразились бы. Но к счастью, одинокий странник из убежища 101 воду очистил, а не заразил еще больше. На развалинах Бостона, кстати, тоже были отголоски Вре. Вёрджил, один из ученых института, создал вакцину, при помощи которой мог вернуть обратно облик человека, который подвергся заражению вируса. К сожалению, его пробные вакцины могли действовать лично мутантов, которые стали таковыми максимум пару дней назад. Собственно, себе Вёрджил и вернет прежний облик, так как заразился совсем недавно, после чего примется за улучшение антивируса. Кто бы мог подумать, что именно вирус стал причиной всех событий серии, начиная с первой части. Но история, скорее всего, на этом не окончится. Я больше чем уверен, что в будущих проектах мы вновь услышим что-нибудь о вирусе рукотворной эволюции. Но пока можно забыть о страшной работе создателя Иэн Клава, а также об ужасах убежища 87 и попытке президента Эдема заразить столицу. Не забывайте ставить ядер лайк, оставлять квантовые комментарии и жамкать на рад подписку. Всем удачи и пока!